посмотрите все это время вокруг всего нашего леса был защитный шест но там он сломан вы их срезали она отметила дерево которое хотела бы для своего погребального костра зачем она это сделала подойдите нет оглядываясь назад за последние полтора года sony постепенно выпускала некоторые из своих игр один street party на пк наконец-то предоставив игрокам у которых еще нет playstation доступ к некоторым из их величайших хитов опус бог войны студии санта моника 2018 года является последним кто совершил прыжок присоединившись к horizon zero день рассвета прошел и death stranding в преддверии бога войны рагнарёк который планируется выпустить позже в этом году если вы никогда не играли в год of war вам обязательно нужно это сделать я не буду слишком вдаваться в подробности игры поскольку она доступна уже четыре года но это одна из величайших игр последнего поколения в ней рассказывается история гораздо более старшего кротоса к которому присоединился его сын отрей отправившийся в путешествие чтобы доставить прах жены кротоса и матери отрея на самую высокую вершину медгарда по пути вы встречаете мифических существ магических врагов и даже богов перезагрузка год of wars 2018 заново открыла серию изменив бешеный темп предыдущих записей в пользу более методичного приключения полного экологического повествования и подхода без камеры подобного которому с тех пор никто не видел но почти наверняка вернется к продолжению игры 2022 года бога войны приятно посетить еще раз я взглянул на начало 2021 года когда для игры появилось обновление ps5 обеспечивающая поддержку 60 кадров в секунду при разрешении 4к улучшение игры было впечатляющим хотя никаких визуальных улучшений сделано не было удвоение частоты кадров год of war сделала игру намного приятнее особенно во время сражений с боссами превосходящими жизнь когда год of war был анонсирован для пк мой интерес достиг пика студия санта моники никогда раньше не работала над портом для пк и начать с одного из их самых амбициозных проектов на сегодняшний день было немалым подвигом студия стремилась не только перенести ps4 classic на пк но и создать окончательную версию улучшив графику и добавив опции отсутствующие в выпуске playstation и системные требования отражают это для запуска год of war на предустановке altra студия санта моника рекомендует графический процессор nvidia rtx 3080 один из самых мощных графических процессоров на рынке если вы хотите воспроизвести опыт ps4 требования значительно менее требовательны требуя к текст 1060 который был выпущен еще в 2016 году текущая нехватка графических процессоров означает что если у вас еще нет одной из этих карт вам потребуется гораздо меньше времени не говоря уже о деньгах чтобы купить ps5 когда вы ее найдете по умолчанию для год of war установлено значение original которое будет воспроизводить визуальный опыт на ps4 и ps5 помимо этого у вас есть возможность увеличить настройки до высоких или ультра а у отражения есть настройки даже выше тех которые называются ultra plus каждый из них предлагает постепенное улучшение по сравнению с предыдущим чтобы проверить насколько хорошо работает год of war я использовал rtx 3080 в паре с процессором intel i9 10900k который на одно поколение новее рекомендуемого процессора и 64 гигабайта оперативной памяти DR четыре раза превышает рекомендуемый объем при максимальных настройках моя машина работала в соответствии со спецификациями при 4к я смог добиться стабильных 60 кадров в секунду я также тестировал при 1440p и смог приблизиться к 120 кадрам в секунду хотя иногда я видел провалы в нижние сотни или высокие девяностые однако временами эти падения были менее заметны благодаря поддержке G-Sung на моем мониторе интересно что год of war достигает максимума со скоростью 120 кадров в секунду даже если ваш монитор имеет более высокую частоту обновления я проверил его на дисплее с частотой 165 герц и обнаружил что он все еще закрыт хотя я и не был разочарован бог войны просто потрясающий при 120 герцах мне было несколько трудно вернуться к моему ps5 для сравнения я просто хотел бы показать вам насколько плавно выглядит игра при такой высокой частоте кадров но youtube пока не поддерживает ничего выше 60 кадров в секунду для видео как и следовало ожидать мой 3080 также хорошо справлялся с ограничением частоты кадров во всех нижних режимах достигая 60 кадров в секунду за 4к и 120 кадров в секунду за 1440 секунд поскольку я понизил качество визуальных эффектов игры я не столкнулся с какими-либо новыми сбоями или странным поведением хотя иногда у меня случались сбои я подозреваю что это может быть связано с тем что я установил год of war на механический жесткий диск а не на твердотельный накопитель как сказано в спецификации я должен это сделать хотя у меня не было никаких сбоев с незагружающимися активами о чем я думал учитывая более низкую скорость жестких дисков старой школы итак четыре года спустя бог войны здесь но для кого это есть очевидный ответ для строго компьютерных геймеров и если вы один из них вы обязательно должны сыграть в эту игру я от всего сердца рекомендую год of war всем у кого есть хотя бы мимолетный интерес к видеоиграм то как он рассказывает свою историю игровой процесс от момента к моменту и построение мира все это великолепно и его стоит поддержать однако если у вас есть пк и playstation 4 или 5 ответить на этот вопрос становится немного сложнее год of war лучше всего смотрится на пк но с удобством и простотой воспроизведения особенно на ps5 со скоростью 60 кадров в секунду трудно поспорить чтобы выжать максимум из год of war на пк вам понадобится rtx 3080 или лучше их еще сложнее найти чем ps5 не говоря уже о том что они значительно дороже благодаря продолжающейся глобальной нехватке чипов которая не показывает признаков замедления даже несмотря на то что nvidia продолжает выпускать новые графические процессоры если у вас высококлассный пк я рекомендую вам выбрать год of war там но если вы надеетесь найти графический процессор я бы рекомендовал вместо этого выбрать ps5 это будет легче найти и стоит дешевле предоставляя вам доступ к версии игры которая сама по себе впечатляет я чувствую что соня нашла отличный баланс в переносе своих игр на пк обновленные версии игр последнего поколения кажутся отличным способом поиграть в игры которые вы возможно пропустили не заставляя лоялистов задаваться вопросом почему они все еще покупают новое оборудование я не предвижу что рагнарёк появится на пк в ближайшее время но сейчас здорово видеть как кратос появится на пк вместе с алоем и другими на этом я заканчиваю свой беглый взгляд на порт пк год of war еще раз спасибо соня за предоставление кода обзора чтобы я мог проверить это раньше и поделиться с вами своими впечатлениями дайте мне знать что вы думаете об игре в комментариях ниже как всегда спасибо что посмотрели обязательно подпишитесь на гэвк чтобы получить больше видео подобных этому звоните в этот колокольчик уведомления чтобы быть первым кто узнает каждый раз когда появляется видео и я увижу вас в следующий раз топор не вернулся топор не вернулся ну же мальчик хорошо что это такое это мировой змей с а и и и Это мне!